Реформы, ремонт по-крупному, разговоров об этом много, а конкретно говорила об этом сегодня замглавы МВД Экос Гулавзе. Что нужно менять в многолетней коррупционной пирамиде МВД? Подробнее Анна Каменева. А что там нарушение это? Ну да, там знак стоит, движение прямо туда заезжать нельзя. Ну, так... Ну, заводи. Клятам шок. Ага. Не попадаешь. В подобную ситуацию попадали многие. И это только основа пирамиды. Те, кто обнимал высшие посадки, они вымогали от нищих, чтобы не только себя годовали, а передавали наверх. Такие коррупционные пирамиды. В МВД затеяли масштабный ремонт. Пока действительно похоже на ремонт, а не на реформы. Первым делом объединят ГАИ и ППС. И создадут полицейскую патрульную службу. Такое пытался провернуть еще в 2006 году Юрий Луценко, тогдашний министр внутренних дел. Эксперимент провалился. Причем громко. Работники ППС отдавали предпочтение остановке машин, а не поиску хулиганов. В успешность второй попытки Луценко уже не верит. Верит вот эта дама. Просто перевезти ГАИ на рейсе патрульной полиции – это не выход. И обратно это тоже не выход. Так что мы будем строить новые функции и новых людей для этих функций. Мы будем обращать особое внимание и спальным районам, так называемым, так же, как и трассам. А это еще одна сторона медали. Крышевание нелегального бизнеса в Украине процветает. К примеру, всем известная добыча янтаря в Ривненской области. Это за эти тысячи бомб, которые работали, две недели перед этим, 70-80% мусорские бомбы. Это не местного населения. Минты нанимают себе на работу, и все. Откуда людей? Под минтами никто не чипает. И справа отказывает нас, у кого есть залетник. А пропавшее прямо из рая дело. 80 тысяч долларов и более 130 килограммов янтаря, о них до сих пор ничего не известно. Еще одна кормушка – игорный бизнес. Это более чем 10 миллиардов гривен каждый месяц. Эти деньги кто-то распределяет. Крышеванием занимаются правоохранительные органы, прокуратура, а также госчиновники. Особенно те, которые находятся в государственных министерствах, выдающие лицензии. Лавочку в МВД обещают закрыть. Пока что только лозунгами о борьбе с коррупцией. Я не могу никому обещать, и вы же мне не поверите, если скажу, что даже если у нас получится полноценная реформа в очень краткие сроки, коррупции не будет. Коррупция есть везде, и она будет в Украине тоже, но будет большая разница. Стимулом станет и высокая зарплата милиционеров, которую поднимут в следующем году. Насколько, пока не говорят. Говорят, что будет полиция, будет отбор, будет проверка на детекторе лжи. Сможет ли 45-миллионная Украина повторить реформаторский подвиг 4-миллионной Грузии? Тут можно делать ставки на тотализаторе. Только соотношение до сих пор непонятное. Анна Каменева, Екатерина Лысенко, Валентин Белич. Подробности – телеканал «Интер».